Привет! Эд Ребуарно! На одном из них последний стримов мой подписчик Декстер через донатик, за что ему огромное спасибо. Попросил меня посмотреть ролик с канала Юджина. Ролик называется Хоррор, в котором нельзя кричать. Don't scream. Я в эту игру, кстати, тоже играл. У меня есть ролик на игровом канале. Ссылочка, может быть, будет в описании, а может быть, не будет. Найдёте, короче говоря. Вот, давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Ты должна заставить меня закричать. Всем хай, с вами Юджин. Он уже орёт, блин. Ииии, это последний раз, когда я так громко говорю в этом видео. Ведь мы с вами играем Don't scream. На самом деле он прям громко говорит, у него всего 7%. У меня стояло на 2%, я говорил гораздо тише. И у меня, блять, сука, всё равно ловило нахуй любой крик. Ну не крик, а вот так вот я говорю. И просто немножечко голос повысился, пиздац. Видите, я настроил свой микрофон так, чтобы он не заходил вот за эту чёрточку. Зайдёт за эту чёрточку, и хана. Эта игра так сильно меня захайпит. А, там, наверное, эту чёрточку, что ли, можно было это каким-то образом двигать? Тем, что это хоррор, в котором процедурно генерируемые скримеры. И в этом хорроре ты должен за 18 минут ни разу не закричать. Тебя будет пугать, тебя будет... И не пукнуть даже. Как только не драть. В хвост и в грибу. Ну да, вот, дерёшься ты пердишь. Ты не должен кричать. Ты должен расслабиться и получить удовольствие. И буки так не расслабляют. Иначе ты проиграешь. У нас 18 минут, друзья, поехали. Говорим спокойно. Вот такая громкость должна быть все 18 минут. Что бы ни произошло, игра будет супер реалистична. Из-за чего... Из-за чего нет. Из-за чего моя фантазия ещё больше... О, как всё... Как всё тормозит. А почему так всё тормозит? Я фиг его знает. Потому что, наверное, сделали, как будто бы этот... Ну, такая плохая запись. О боже, мы это реально как будто сняты. Это как будто я, видимо, из Блэйра смотрю. Ага. Труп. Ты я убил труп? Я убил труп? Что? Возможно. Смотрите, 93-й год сейчас. Я, на самом деле, я ещё ни одного скример не видел. Ты как? Я ж не видел, блин. Четыре секунды прошло. Я не знаю, насколько они громкие. Я сделал наушники погромче, потому что интершумы очень плохо слышно. И как бы непонятно, за тобой кто-то следит, кто-то идёт, преследует или что-то такое делает, или не. Надеюсь, вы... У него даже реально не двигается этот, как его плашечка на микрофоне. У меня на двух процентах она уже орала. Взяли себе покушать. Потому что мы с вами идём на пикник в лес. Очень милый, тихий, спокойный лес. Стоп. Это что? Самолёт? Это самолёт разбился. Это же кошмар. Места с эконом-класса. Я чуть не закричал, когда это увидел. Я, кстати, один раз всего в жизни летал бизнес-классом. И то случилось. Я вообще ни разу не летал. Потому что меня просили пересесть. Ко мне подошла девушка и попросила поменяться с ней местами. Потому что её подруга сидит в эконом-классе. Вот это, конечно, бред, да? Променяла эконом-класс... Ой, бизнес-класс на... Это какого? Мистера рядом с подругой. Поится летать. Не можешь ли ты, мой молодой человек, сесть в бизнес-класс? Я сказал, конечно же, могу. Конечно, и без проблем, и только с удовольствием. Смотрите. Ай, думал, это кто-то висит. А это правда кто-то висит. Что? Откуда здесь вот это? Откуда здесь вендинговая машина? Не может быть такого. Можно использовать. Деньги есть, давай. Да даст нам жизнь дополнительной? Нет. Но реально трупы висят. То есть какое-то время пришло после того, как самолёт упал. Это что-то как-то громкость говорит. Быстро бегать-то и толком и не могу. Если что. Значит, как мне понять, от кого убегать? Тебе не надо убегать, тебе надо ходить просто. Вообще должна быть такая замедленная графика. Потому что ощущение реально как будто всё очень замедленное. Но, блин, реально... Но это специально сделано, чтобы это не было видно косяков в этой игры. Наверное. Слышите? Это, кажется, приёмник какой-то. Тут пердит. Пойдёмте, послушаем сообщение. Мы должны... Пошли. Сообщить о том, что самолёт упал. Мы явно не отсюда. Мы просто гуляли. Фонарь есть у меня? Просто гуляли. Нифига себе, просто гуляли, блин, по лесу, где там всякие трупы валяются, да? Гениально. Прогулка. О боже мой. У нас пятнадцать минут осталось. Шестнадцать почти. И пока ты стоишь, время-то не двигается. Знаете, эта грёбанная игра решила уже сейчас ударить по моему самому страшному. А покинь, если ты будешь просто вот так вот туда-сюда ходить на одном месте, блядь, и скримеров не будет. Страхом. Угу. Это тоже для меня главный страх. Вот поэтому, да. Угу. Угу. У меня же ладошки вспотели. То есть для меня полёт это достаточно тяжёлое испытание. Всегда было так. Ну нет, не все. А я ещё не летал, но даже боюсь обрелись. В какой-то момент так началось. Какая-то травма, череда неприятных событий. И вот теперь для меня полёт это страшная вещь. Но я борюсь с этим. Я стараюсь это извлечить. Борюсь, борюсь. Борюсь, борюсь. Потому что это нужно извлечить. Потому что это отнимает у вас свободу. Чё-то, по-моему, всё темнее стало внезапно, да? Вам не кажется, что... Ну да, через какое-то время это начинается ночь. Внезапная ночь настала. Так ещё как будто мои шаги, это не мои шаги. Как будто бы мои шаги-то чужие. Кто-то ходит моими шагами. О, это дерево, Серёжка. Кто-то... Это ещё пока не скример. Ха-ха-ха-ха-ха. Реально, я бегать не могу. Я не знаю, как я буду убегать. А в целом, нужно ли убегать? Учитывая, что мы можем проиграть, судя по... Не нужно бегать. Проиграть ты можешь только из-за того, что если сам крикнешь. Тимо, только... А так, скример, мне кажется, тебе не дают проигрывать. Если... Ну, типа ты, как если орешь. Чи, мипец, темно. 14 минут осталось. Неужели это всего 3 минуты прошло? Или здесь таймер неисправен? Ты что, блин, не обращал внимания, что ли? Когда стоишь, он не двигается. Тихо. Я не хочу проходить это два раза. Я хочу за 18 минут. А скорее всего, будет два раза проходить, да? Потому что 33 минуты идёт ролик. Остреляться, охренеть и забыть. Интересно. Мой персонаж уже подумал про себя? Какой он дебил. Какой он конченный идиот, что попёр сюда, а? Как он вообще здесь оказался? Ни хрена не понятно. Он отлез с этой камеры своей. Надеюсь, что он тысячи раз уже пожалел. На, я тоже на это надеюсь. Стоп, стоп, стоп. Не забывай, мы не должны кричать. Я не буду кричать. Каким образом вообще в лесу появилась вот такая вот хрень? Понятно. Я здесь не для того, чтобы кричать, а для того, чтобы победить. Чё с тобой, автомат? Как будто со мной общаются азбукой Морзе. Пи, мой друг. Пи-пи-пи. Пиздуй отсюда, друг. Мы в лесу? Играть-то будем, по большей части? Или в каких-то вот этих странных? Это же кусок, это же магазин. Магазин, который находится в лесу, не может такого быть. Странно, как вот в магазине. Здесь не может быть по определению. Потому что тут нету города. Кто будет? Может быть, это люди, типа, блуждают. Такие, о, магазин, надо что-нибудь купить. А человек, который здесь это продаёт, такой, бля, нихуя себе. За полгода первый покупатель. Ставить магазин? Чё-то заработаю хотя бы. Опять люди висят. Посреди леса. И подвешивать там людей голых. Покупайте, блин, это вот эта новая тушка. Кто так будет делать? Но это плохой маркетинговый ход, я так вам скажу. Мне кажется, что это просто лимбо. Чистилище. Может быть. И погибли уже в этом самолёте. Да, есть такое. И теперь это всё, что мы видим после смерти. Отские бесконечные страдания. Ааа. Или же всё не так. Или самолёт упал не случайно. И всё это подстроено. Кем? Господи. Тайным правительством? Пойдёмте сюда. О, парковочка. Хм. Ой, блин. Всё. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Мы уходим. А куда мы уходим? Я ж не знаю куда идти. Ты будешь бежать, урод? Он не хочет бежать. Экономит силы. Мудрая. Может быть. Бежать. Какая нафиг разница? Будешь ты бежать, пробежишь больше, а время-то идёт... Можно будет только когда монстр появится. Да не будешь бежать. Появится он или нет? Так как 11 минут осталось. Господи, это самые долгие 18 минут в моей жизни, по-моему. Чё, мы правильно делали? Ну понятно, потому что это постоянно такой саспенс, блин. Ждёшь, когда же будет какой-нибудь скример. Перед тем, как мы... Перед тем, как мы начали игру, там было написано «Исследуйте как можно больше леса, он...» Хм. Там кто-то идёт? «Он огромен». Сказали. Кабан. Кабанчик. Кабанчик. Пеки кабанчик. Всего лишь кабанчик. Нельзя так напрягать свои... Свои мышцы. Аж свело немножечко шею. Я даже не знаю, ребят, если я не закричу ни разу за всю игру, вы будете разочарованы или нет? Ага. Мне кажется, закричит. Наверное, скорее всего, будете разочарованы. Так. Честно вам скажу, я не буду притворяться. Я крикну только, если внезапно меня застанут врасплох и вопль реально вырвется из меня. Фу. Потому что эта игра... Фу. Потому что... Потому что эта игра бросила мне вызов. Я его принял. Всё по-честному. Они просили меня играть честно, не кричать, я играю честно. Давай, играю честно. Честно вам скажу, сделано. Честно выключи просто микрофон, да? Очень круто. Лес такой настоящий на вид. Я как будто реально в лесу. Настоящий, но это с помехами. Я смотрю кассету чью-то. Прикольно, если это просто перезаписано, поверь, чего-то домашнего видоса. Эротическое. Пу-па-па. Перемещаюсь, вот когда получается эти затмения, я как будто в другом месте оказываюсь. Смотрите, там кто-то знаю. И мы идём как раз туда, да? Фонарик. вот видите вот видите вот видите не запомнился в месяц не знает хорошая работа со звуком молодцы там ладно 9 минут осталось идемте туда и кричали судя по всему кто-то там есть половины что жестко проиграл эту игру и придется стрелка опять стрелка мы ими не пойдем на стрелка пойдем кудри в другую месту я увидел же стрелку я не дурак я пойду в другую сторону перестаньте на его находитесь камер опять самолетку у тебя план игра такое ощущение такое ощущение я оказался прав я не договорил свою мысль но оказался прав игра специально ждет себя все трясется блин да тараканы прикиньте был бы такой граники хруст что пришло и заново начинать просто вздох тварь ты серьезно мой выдох она восприняла как крик какого хрена вот так я сделал черт так обидно это больше фрустрацию вызывает у меня чем что-либо хорошо дать попробуем еще раз в этот раз вы даже не дыш понять другую сторону мы уже были там где магазин смотрите здесь есть вывеска так вот и не договорил что игра специально ждет пока останется там пять чтобы как следует начать тебя пугать скорее всего дан жучка я просто типа максимум доходил сколько минут пять наверное и до скримера даже не даже я не ждал таких скримеров если честно я думал это путь просто с громким звуком на меня бежать вы чтоб надо было тебе еще и спасаться отбиваться возможно нет не отбиваться просто спасаться как там фирма а там не надо будет где может быть страшнее гадите там еще есть он стоит и не знаешь такой холмс честно не знаю но она неважно короче идемте на ферму кое время начинает темнеть почему начинать темнеть так быстро как то обидно что темнеет потому что лес выглядит и без того очень жутким вот реально эта темнота ни к чему совсем так как столько работы над лесом он такой реалистичный классный что его можно просто как пресет уже продавать другим играм реально не нам блин без теме не было бы не так суперский лес сделан по всем законам леса явно чуваки пошли ну есть закон леса за такой заходишь когда в лес тебе предают бумажку подписывай это закон леса ты должен следовать лес и фоткали фоткали абсолютно все будет даже 3d сканы делали кто узнает это этот лес 3d скан возможно это самый тихий видос который я выкладывал на своем канале понимаю да повозка это означает что мы рядом с фермой это верный признак того что ферма рядом под ферма это фермы трудно назвать просто старый сраты сомбарность конечно же труб все в кровище как обычно визитом тупари висят что за фигня какая страна леса задали с трубами и всякие родители символы культистки этот цветочек похоже на цветочек скорее всего нарисовал красиво сливаешься тон на 10 раз на сегодня мы так всегда эти люди висящие тоже похожи на тип патчики иди чуть точно месте так должно быть я ничего не вижу все вот теперь понеслась хочу так долго были помехи интересно прогружалась это потому что ты не двигался наверно было двинуться понимаете ребята не хотят пугать нас именно скримерами громкими они хотят чтобы именно не там и громкий визуал в первую очередь нас напугал дом фермера ой боже мой дома фермеров всегда очень жуткие а вот и тележка из супермаркета давайте зайдем в дом давайте зайдем конечно не получится да фермер дома нет сваливай отсюда кажется нет я хочу в дом к фермеру так выезд здорово валитом походу боже мой худо фермер дрова там рубит то бегает при кабанчики с собачками собачка как же черт подери жаль что мы в дом не зашли вон 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 что-то светится а черт это всего лишь стрелка где в панаре панарь пытался сбить меня с пути я шел в ту сторону и птица прилетела прямо на него в глаз влетела как бы блять это прямо клювом и глаз выбило не ори сейчас бред это кругу будет самара вылезет оттуда перестаньте звуки почему лес такой громкий это кто бы не знаю это было страшно и поэтому да ты странные плетели не просто ворона полетели наверх ничего страшного мишка тоже принципе не страшно мишки это очень милые существа пока не начиная тебя жрать до уха паддингтона один кто на винни пух очень добрые вспомните доктора гнуса яркие представители мира и панды тоже очень добрый господи заблудился панда планы крутые просто вдох как так ну блин ну нет вот так сделаю и все то есть я должен молчать просто молчать ладно мы сделаем так сейчас микрофончик поближе себе подвинул что я говорю вот так так нормально посмотрели выбирайте магазины на подели . ру мы с вами уже посмотрели ферму мы посмотрели супермаркет зачем ближе чтобы еще хуже было бы давайте пойдем посмотрим кладбище из всех скримеров которые мы могли здесь ожидать у меня именно победил скример с оленем обычно никто обидно очень видно нет это не особо скример как кажется в этот момент начинает выключаться солнце это происходит кладбище прям здесь рядом это примерно через две с половиной минут происходит я думал лес огромный это все очень близко друг другу чисто участок большой все понятие на кладбище на кладбище еще почти ночью гениально да мне к слушать дома побежал быстрее сейчас читаю книжку кладбище домашних животных стивена кинга и как я когда-то действие смотрел фильм меня он довольно таки я не фильме смотрел никак не книжку напугал я никогда не читал книжку и вот сейчас я решил и прочитать меня просто еще не продали эту книжку на самом деле кто оправдывал что сам себя считал что настолько жуткая что он не хотел ее выпускать даже и выпустил ее только из-за определенных обстоятельств которые ему нужно было сделать которым нужно было решить и так скажем поэтому такие обстоятельства и такой поле ну да хуйня это какая-то блять просто какая-то про сказку уж так написали про книжку то сто пудов ее надо почитать звуча считаю я где-то на 3 и 3 прочитал собственно поэтому ей вспомнил они потому что мы тоже на кладбище сейчас в лесу хочу я конечно не читал но и я увидел и я очень не сомневаюсь уже там прям что такое мега страшно что ваш выпускать человеческое кладбище кстати большое достать надо потише говорить это экспрессии евгений твоя здесь не нужна ты в лесу и тебе опасность угрожают а именно олени олени будьте прокляты твари твари которые приведут человечество гибели вот что я думаю а особенно сейчас это с оленем зуми вирусом все могилы безымянные кстати говоря словно могилы всех пассажиров того самолета мы же не знали как их зовут когда летели вместе с ними правильно так в нашем сознании нарисовалась картина их погребение что не все лежат сдохли сами встали похоронили за а некоторые повесились там же жутко гениально нацить все 15-20 я ждал супер стремного визуал пока что самое жуткое было сейчас та женщина в белом господи я от нее не стремнулся какой-то сраный олень и мне очень стыдно просто неожиданно все кладбище заканчивается идем другую локацию на следующей локации какая может быть нам бы вернуться тот самый перекресток откуда мы начали чтобы последующим указателю пойти в другое место опять кабанчик побежал где-то на врачи светилось только что что-то осветил собака сгиба побежала хрена себе как бы так взял развилка ты я ориентируюсь в темном лесу вот это я мастер ну серьезно неплохо я просто процентов заблудился тысячи вариантов пойти в любую другую сторону я пришел четко сюда шансы сейчас я выиграл тебя ли грёбаный лось прошлый раз был олень теперь это было все хотели пойти на усиление поняли свою тему грага побольше да страшнее должно такую что я боюсь парнокопытных но я иммунитета и так пойдемте в холмстед вот цена кто там срется сверху слиток деле что ли нормально птицы голод наверно все такое пробежало и как бы стараюсь поглотить крик главным дыханием но когда я так вдохнул это тоже громко куда-то деться поэтому я аккуратно выдыхаю последнюю подлость которую могут сейчас сделать разрабы это внезапно мне дичайший звук в наушнике пустить чтобы я просто дернулся от боли в ушах я не сделать должны это на последней минуте котик котик ооо как и мелокиса там стоит сидит слушайте иногда таймер замирает таймер когда стоишь ты только заметил пиздец пол ролика прошло пока я стою на месте я должен двигаться привет котик заходим вазать и можно неплохо давайте все домой пришли интересно это дверь закрылась как вы это типа под хэллоуин просто ну как бы 31 октября конечно что тыквы немножечко так скажем смягчают атмосферу потому что я сразу начинаю ожидать просто что детишки всякие детишки в лесу будет пить детишки ручно нельзя останавливаться надеюсь на это правильно должны всегда двигаться всегда как много дверей здесь генерация рандомных событий внутри дома что все буду просто так вот ходить а если я подойду к стене нет если я буду упираться в типа идти в стену придумал не шарит они измеряют мою скорость видимо интересно если я бегу если я спринт и жму таймер идет быстрее нет то этот смысл или что это сливном бачке к истремная хата бачевая на шутка а петух стучит ты хватит стучать ты уже блять нет пожалуйста так что меня страшно сама становится ничего не видно нифига я немножко и бухая на сирановки чуть-чуть когда очень пронзительные двумля нах ты рот открыл чтобы он тебя ругала у точила пересень поехали почему моя камера неисправно какого хрена идешь в лес неисправно каком садимся возьмем это спадает взять мой открыть можно затем закричала проиграла евгений молчит евгений а я нихера не молчу я тоже евгений с хорошо что-то ползло немножко кровавленная мне показалось с длинными волосами лишь и рваная страшная девушка вот это был аккуратно чуть только что я не сдал звук громкий мне захотелось сделать выдох и сейчас борется проиграл ведь и кому сразу микрофоне сразу дает о себе знать что евгений я тебе молит но это было громко страшненько немножко смотрите как я прочитал их психологию естественно не будет под самый конец игры меня скримерами следующий будет скримеры правда здорово исчезла ходячий манекен без головы не знаю почему я не крикнул то ли а столько сильно хочу победить тоже ли это просто не страшно было боже да громко блин я пересрался наверное если бы играл слышите ну точнее если бы услышал этот крик теперь я играл звуки все громче и громче и более интенсивно это все напоминает мне игру прям у меня почти такая же херня была просто сука выдох сделал и сдох проиграл если мой враг в этой игре это мои собственные рассуждения блин 6 минут я должен пройти эту игру я должен пройти без остановки чтобы не дай бог не дай бог таймер не остановился хочется больше интересных находок в этом лесу говорят что нагромен значит мы должны пойти и убедиться просто жать вперед а может нет кому-то мы знаем же что это всего лишь игра и карта здесь квадрат почти все будешь только вперед упрусь куда-то либо я вдруг осознаю что меня просто телепортнуло я постараюсь вообще за всю игру до самого конца нет водить лицо какую-либо сну буду смотреть только вперед на экран иногда надо было смотреть все просто чисто типа под ноги глаза поворачивать к вам как вам такая идея чтобы я не издал шума ну как бы чтобы честно играть на самом деле ей так себе усложнил задачу я вынужден говорить с вами друзья хорошему я должен просто но это типа каждый летсплеер так делает как бы если будешь чисто тупо молчать мне кажется скучновато будет брать и молчать как играл бы любой рядовой игрок да вы просто бы молчал все чем же сюжет этой игры лисны что очевидно это упал самолет а чё он упал кто упал кто ты вообще смотрите кто-то обитает тут с фонариком олень я тебя знаю думаю что мы с тобой же виделись может имени испугаешься к лучшему пал птица упала прям в лицо молодец сообразили что-то более изощренное просто мне в лоб побежали гады хорошо что не сбили я не знаю отклонился я их нет скорее сюда реально огромный вес и нихрена нет на это игра этот лес он в раннем доступе сиро не доступ к банк фонариком спер побежал если нужно учились фонариками пользуется что нас ждет дальше господи как они свою только таймер отчитает 10 минут вот тогда начнется массированная бомбардировка скримерами да вроде нет вот она вот или нет нет есть одна ловочка которую эта игра которая игра использует бомбардируя меня всякими различными скримерами она заставляет мой пульс учащаться и как раз это от звуков удара в сердце игра в это прервется до когда мы пульс увидим громче звук издают голос начинает дрожать мне троги его контролировать забы которая шла позади меня чуть меня не съела его сейчас пикник испугался будет цветочков листочков два подряд так снова 7 минут не кричать в этой игре привет ты порежете него чё все голова есть нет не плачь у многих и такого не так вот не кричать в этой игре это как не кричать на аттракционах к ты ей на конь стрелы такой есть с каменным лицом не страшно в горке рик позволяет тебе выплеснуть эмоции таким образом не сайте с ума блин освободить себя от этого напряжения здесь она просто растет просто есть копится если она сломалась блять хрустит все бедняжка привет и звонка привет как я здесь оказался это тоже кровь появилась какая-то непонятно кровь очень кровь кровь крокодайл это не крикнула просто опять вздохнул согласен мы были это как мы с вами при этом присутствовали реально не сильно а можно громко говорить хотя бы так не смейте грамм да я знал я правильно прочитал что они будут просто самому концу самый страшный тварьские штуки делать со мной я умру темно дабы видим точнее хуя не видим раз чё-то надолго темно стало главное ты идешь меня чё телепортнули что я только что меня теле портнули по глаз можно я дошел до края ну что там о как мы здесь оказались главное где это мы оказались дом фермера по-моему дом фермера по-другому выглядел не или нет или чей-то дом его кажется не узнал сначала я подумал что же дом фермера оказалось нет о миссис не подскажите как пройти самолету блин арахнофоба вышли с чата 8 ладно что наконец упали сказал что это склеп мы на кладбище через что такое реально вода согласен скеп реально реально не не выключай свет растеклась по моим жилом это знаете поэтому твоим ляшками во время страха не адреналин кровь происходит дерьми на бля по-моему у меня этот я весь токсичный салми кровь в говне ой говно в крови так ну ладно насекомые блядь я испугался на хотя бы не скрикнул ой хороший трюк пустить так не страшных насекомых а потом сразу страшно все согласно бился сразу бежит женщина с намерениями совершенно не дружелюбными рис с половиной минуты ты чувствуешь не речь помутым громко разговариваешь зло как я сейчас в игру ох я выиграю заметьте я голову не увожу от микрофона обидон смываясь там походу кирпичи закричать странный скример просто облизал тебя чувак на верёбке шатал я твой дом дом тюруба шатали ой кто-то тут ползал всего лишь минута 30 секунд но я думаю сейчас пройдет точно секунд этот кошмар закончится и блин ты пока повышаешь голос воздух горло подошел главное не рыгнуть как иностранная кстати не громко было совсем какой радостный паника присутствовала не знал восстановится она или нет или будет идти до последнего на меня ты громко говоришь тихо опять тараканы сейчас будет после насекомых что-то жутко я тебя раскусил игра пока не а да смотри опять та самая рожа из которой по моему прошлый раз кликнул на крикнула так громко сделать стараешься 24 секунды о бля ребенок заплакал пакетича заорел блять за 8 секунд до конца три два прошел молодец а дальше чё очень и заканчивается ты не принадлежит и шаги играли заканчивается я не знаю странно играли заканчивается а почему они просто не заканчивается реальность я был оба желающим я могу кричать я могу кричать это всего лишь ранний доступ а значит да в смысле ранний доступ по-моему это уже полностью сделана игра раз игра будет дорабатываться я могу сказать по моему это очень интересный концепт больше такого больше разных способов контролировать поведение игрока как была старая игра pain view drive называлась мы с вами давно давно в нее играли еще в 2014 году там она отслеживала как ты мышкой дергаешь при скримере насколько сильно чтобы замерять уровень твоего испуга и паники завис на ее у тебя отнимались хп от этого вот тут есть очень большой недочет видит того что ты можешь просто такой звук сделать если бы то есть ты как бы не крикнул игра не понимает что есть крика на просто уровень громкости замеряет любой или вот так задел и все и так как бы проиграл что техник да даже просто надо говоришь и немножечко даже не не дышишь блять а просто я и не помню что сделать такое сделать заработки ты не закричал ты просто не задернулся не так но быть отец подошел ли мать подзатыльник отдала до губу на тиску в хулю всякую дарился ну все ты же не кричал но подзатыльник получил звук издал и все то есть концепт неплохой надо его хорошенько обмозговать ребятами я думаю и еще большая проблема в том что игра очень одноразовая стоит ее один раз пройти и как бы тебе уже вообще нет смысла в нее играть абсолютно никакого это как проходное кино знаете ты посмотрел и больше никогда не вернешься и звучит так как будто бы и играешь всего в 18 минут потому что кино обычно типа игровое да там как он сказал проходное и вы там гораздо больше люди зря старались для меня лично всегда обидно их хочется чтобы игры заставляли тебя поиграть еще раз перепройти что-то вспомнить хотя бы скримеры слабоватые здесь на самом деле были некоторые да электро неплохие но чисто психологически они не так хорошо работали на меня по крайней мере может быть другие люди просто срутся там интернете орут и не могут сдержаться опять же я знаю что возможно вам было интереснее увидеть как я прям закричу и тогда вы будете там весело смотреть это видео но я не хотел и нечестности то что игра дала вызов типа закрыть не на счет нечестности я прекрасно понимаю типа смысл на это эмоции таки на чиж проиграешь я не закричал ни разу проиграл раза четыре в итоге обычно я кричу взрослых потому что типа реально стрёмно допустим в айренбарк были стряжки страшно неожиданные скримеры которые прямо из меня крик вытаскивали и тем более что нету установки что кричать нельзя из-за этого ты кричишь очень легко опять же чтобы успокоиться потом в этой игре старался как мог в общем мы победили друзья что вы думаете об этом я надеюсь вам понравилось я хочу на полноценный проект когда он будет завершён может быть мы с вами в него тоже поиграем чё я говорю тихо я могу говорить громко по как мы уже прошли это друзья давайте раз уж мы можем кричать и издавать громкие звуки один друг другу мощнейший ладошка шлёп чтобы во все круги было слышно мы с вами от этого только выиграем все готовы раз два три видос интересно получился юджину огромное спасибо по кекал с тех моментов где он проигрывал не от страха и не от крика какого-то да или там почему-то сказал пэф я уже забыл слова вот это было офигенно в принципе как и я тогда играл блять какую-то херня просто не выскользнула изо рта это сразу проиграл такой да господи может я хотя бы до скримера дойду не дошел увы но в любом случае это было классно спасибо большое ему за контент спасибо большое вам подписчику за просьбу если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии не забывайте нажимать бенчики если интересующие ссылочки в описании с вами всегда был реборн спасибо за просмотр пока